Добрый вечер, друзья! Сегодня в главной роли солистка Большого театра, оперная сопрано, победительница многих международных конкурсов, обладательница Гран-при телевизионного конкурса канала «Культура. Большая опера» Вероника Джоева. Вероника, здравствуйте! Помню вашу фразу, что мечтаете и знаете, что так и произойдет, спеть все заглавные партии мирового репертуара на сегодня из ваших многочисленных музыкальных проектов. Какой главный? Главный, наверное, сейчас Дон Джованни в Хьюстоне. Моя любимая, одна из моих любимых партий, Донна Эльвира. Очень интересный состав певцов. Я первый раз участвую в таком касте, где нет русских певцов. Я представляю Россию одна. Очень интересный дирижер, очень хорошие музыканты, очень все. И вот сейчас готовимся к партии. Донна Эльвира, знакомая вам роль. Это и Большой театр, и тоже интернациональная бригада в Большом театре. Но вот то, что касается Хьюстона, там, вы сказали, ни одного нет певца из России. И каково отношение? Знаете, Дмитрий Крымов как-то очень точно заметил, замечательный театральный режиссер, педагог. Он сказал, что для того, чтобы выжить в театре, нужно съесть дохлую крысу, не закусывая. Ну, вообще есть, да, такое. Мне, наверное, везет, вы знаете, Юлия, потому что я общительный человек. Мне кажется, нет проблем сейчас с таких. Или, может быть, я очень мало везде пою, поэтому я везде приглашенная солистка. Может быть, я всегда об этом мечтала, потому что это всегда лучшее. А американцы очень доброжелательный народ. И, не знаю, там очень много хороших коучей. Я занимаюсь со всеми. Никогда об этом думать. А вот сравнение оперных театров в Европе, ну, особенно если это касается таких супер-брендов, как «Ласкала» или «Париже» и «Хьюстон». Вот у вас есть ощущение, что все-таки это некая другая, совсем другая история с точки зрения освоения музыкального материала, способа подготовки к спектаклю, временных рамок? Я бы сказала, что в Европе более все организовано. Вот так бы я сказала. Как-то более мобильные, что ли, все. А с чего начинается для вас подготовка к роли? Потому что репертуар у вас очень большой. Разнообразный. И он растет. Вот работа над партией – это сначала текст или музыка. Как происходит вживание в этот материал? Я начинаю слушать своих любимых исполнителей, во-первых. Старых, черно-белых, как я называю. Разных певиц, разные постановки начинаю смотреть. Естественно, мы приезжаем за месяц, за полтора для подготовки партии. И обязательно узнаешь, какой хороший коуч. И начинаешь с ним заниматься. Педагог. Педагог. Коуч, пианист, да. И начинаешь с ним осваивать партию каждый день по полтора часа. Полтора-два часа. А это как правило? Я слышал ситуации, когда солист появляется за полтора, не за полтора-два месяца, а за полторы-две недели до начала спектакля. И, конечно, здесь нет уже возможности для маневра, для разгона, для того, чтобы вжиться в этот материал, вот вспрыгнул и сразу в бой, в атаку. Может быть, это певцы, которые уже пели эту партию и просто приехали в новую постановку. Это совершенно нетрудно. Это можно сделать. Ну, если честно, скажем, что я часто, когда нет времени, я часто учу в самолете. Ну, так, знаете, быстро глазами. Ну, бывают такие моменты тоже. Это не очень хорошо. Но сейчас такое время, каждая постановка. Полгода я не была в России, было очень много разных постановок. И даже некогда было, знаете, полечиться, как вот человеку, выбрать время и просто вылечиться. Из-за этого, к большому сожалению ваших поклонников, Виолетта, я имею в виду Травиата в Большом театре, не состоялась. Это было ужасно. То, что я уже спела оркестровую с прекрасным составом певцов. У меня был журмон прекрасный, Альфредо и маэстро. И все мне так помогали. Я бесконечно счастлива, что даже просто, что приехала. Были мои друзья, и мне все очень помогали. И режиссеры, и руководство было. И уже когда споешь оркестровую, ждешь премьеры и не можешь выпить. Из тех певиц, которые я по болезни никогда не пропускаю в спектакль, я лучше выйду больная. Это, конечно, не очень хорошо. Умные певицы так не делают. Но пока я не могу с этим свериться, что я больна, и я дома, и спектакль мой идет. Спрошу про Гамбург тогда. Да, хорошо. Расскажите мне, вас там очень сильно соблазняли по поводу Ярославны в «Князе Игоре». Вот что с этой постановкой? Она была очень скандальная. Вы знаете, это первый раз. Даже немцам она не понравилась. Они неисправимы, эти западные режиссеры. Неисправимы, да. И все как... Почему надо одинаково что-то делать, я не знаю. Ну, самое главное для меня, что у меня был роскошный костюм, наверное. Это такой русский наряд. Хотя бы было за что спрятаться. Очень красивый наряд, да. Опера шла вся. Симон Янг, потрясающий дивизор, который очень была благослонна ко мне и пригласила меня на очень много интересных проектов. Дальше будет Равиата, штат Сопер в Гамбурге. С ней будут очень интересные проекты в Вене, в Берлине. И, конечно, самое главное для меня, что я приехала и получила несколько контрактов по Европе. Это очень важно для меня. Вы знаете, я такая... У меня такой голос для Германии не очень. Я думала, наверное, не понравится мой голос. Слишком большой такой, объемный. Но она оказалась удивительным музыкантом, и мне очень было с ней работать приятно. И самое приятное, что все музыкальные критики, немецкие, английские, я им очень понравилась. Это было очень приятно, конечно. Один прославленный дирижер заметил, что на начале карьеры, конечно, музыкант, будь то дирижер, то есть руководитель постановки, будь то солисты, наверное, не имеют права, просто не заслужили еще такого морального авторитета для того, чтобы вступать в конфликт, если их видение и их ощущение от постановки, особенно русской музыки, особенно то, что связано с нашими гениями, Пушкин, Чайковский, остро противоречат с видением режиссера. Особенно, когда музыканты чувствуют, что есть прямое оскорбление или такой взгляд на постановку, который может оскорбить зрителей. Для этого, наверное, нужно заработать очень громкое и уважаемое имя, чтобы сказать вот такому режиссеру «Just a moment». «Just a moment, please». Вы знаете, мы спорили и не все делали, конечно, но если ты на касте один и ты хочешь работать с этим музыкантом, я, в принципе, для меня было очень важно поработать с коучами, сделать Симон Янг эту партию, вы знаете, и очень был хороший состав певцов. Я больше настроилась на это и не обращала просто внимания, хотя в моей партии не было ничего скандального, она была очень благородна, Ярославна, и, ну, конечно, в Гамбурге на фесте находится очень много певцов из бывших республик СССР, и, конечно, когда мы объединялись и сидели на репетициях, мы очень переживали, что вот так сцена с Галецким происходит почему-то в туалете, где... Хорошо, это надо как-то пережить. Да, мы пережили, и, слава богу, все премьеры прошло очень хорошо, и дальше я поехала в Мадрид на постановку «Сор Анджелико». Вот что я хочу вас спросить касаемо реакции из зала. Какая публика более требовательная? Наша, когда на сцене российских театров поют приглашенные звезды из-за рубежа, или когда российские певцы выступают на сценах, прославленных сценах западных или американских театров? Мне кажется, российский зритель к европейским певцам более благосклонно относится, конечно. У нас, мне кажется, больше к своим вытираются, а в Европе нет. Вы знаете, я больше волнуюсь, когда я пою на сцене Мариинского и Большого театра, и на сцене Новотибирского, чем в Европе, не знаю почему. Я там более свободно себя чувствую, раскованно, не знаю. Интересен ли вам первоисточник? Опера всегда начинается с либретто. Либретто обычно начинается либо с какого-то романа, либо вообще с какой-то исторической, фабульной вещи. Вот погружаетесь ли вы в литературу? Обязательно. Потому что... Примеры? Меня муж к этому приучил, даже когда мы над Ярославной работали. Тут, конечно, я его полностью поддерживаю, потому что ведь не всегда бывают заглавные партии или главные роли. Но если это роль даже второго плана, нужно понимать внутреннюю драматургию происходящего. Обязательно. В том же Дон Гуане или в Дон Карлосе. Так что, безусловно, это абсолютно так. Теперь я хочу затронуть вот такую страницу вашей биографии, когда в вашем репертуаре появляются партии из крайне редко исполняемых опер, не слишком известных в России композиторов. Я помню, был очень интересный эксперимент на фестивале «Территория», когда в зале имени Чайковского звучал апокалипсис Карла Орфа. Очень спорная постановка, но при этом очень интересные. Вот эти вот поиски, они крайне важны для современной музыкальной культуры. Вот что из такого есть сегодня в репертуаре? Практически ничего. К сожалению, у меня сорвался проект. Родион Константинович Чедрин, мой любимый, написал драматическую сцену «Клеопатра и змея», которую я должна была исполнить 23-го и 21-го. Здесь 23-го я заболела. Причем с маэстро Гергеевым все мечтают с ним работать. А я заболела, для меня это был шок, вы знаете. Потому что сорвались травиаты, и я просто не могла поехать. Потрясающее произведение, которое я очень хотела исполнить, поработать над ней режиссерски, найти какие-то интересные моменты. Но не состоялось. Даже наизусть выучила это произведение, сложнейшее. Столько я вникла в нее. Я надеюсь, что получится еще. Ну, у вас есть «Боярня Морозова» в арсенале. Родиона Константиновича Щедрина. Потрясающе. Я так хочу еще раз исполнить это произведение. А так, конечно, потому что у меня итальянский голос. Проекты «Дон Карло», «Реквейн Верди» очень много будет сейчас. После «Дон Джованни» в Хюстоне будет «Ля Плеяль» в Париже. С потрясающим составом. Петцовый. С очень интересным маэстро. Ну, у вас не только итальянский, у вас и французский голос. Есть, да, для французской музыки. Я помню вашу особую любовь к французской музыке. Очень люблю. Жюль Масне. Очень хочу таисовать что-нибудь. Ну, французскую музыку мне меньше предлагают сейчас, больше итальянскую. То есть, в основном, вот такой мейнстрим в мировой опере – это все-таки итальянцы. Да, «Верди» и «Пучини» у меня сейчас в основном все идет. Ближайшие три года, до семнадцатого года. Единственная будет в Вене «Игрок Прокофьев». Симон Янг предложила мне там спеть. И даже спрашивала, что там за партия такая для меня. Мне сказали, что я очень люблю музыку Прокофьева. Я пела его романсы. И я думаю, что эта музыка мне тоже будет интересна. Есть и «Януфа». Почему-то она мне тоже. Уже в той раз я получаю предложение. Не хочется знакомиться с этой музыкой. Я смотрела постановку Димы Чернякова с «Сополай» с моей любимой. Кристина Полоса. Очень интересная музыка, красивая. Музыка «Яначика». «Яначика», да. Я живу в Праге. И вот я даже уже подумала найти коуча и позаниматься. Все интересно. Ну, «Верди» и «Пучини» тоже неплохо. Совсем неплохо. Вообще, я хочу долить, а это ты, Моцарта и Беллини. Но, к сожалению, вот пока нету ничего. Если бы была моя воля всегда, я бы исполняла Даницетти, Моцарта и Беллини. Больше, чем «Верди» и «Пучини». Спасибо вам большое, Вероника. Приезжайте чаще в Россию. Конечно, эти зарубежные гастроли, они важны для посольской миссии. Но когда вы на сцене Большого театра, Новосибирского театра, это очень и очень важно для российской публики. Спасибо. Сегодня в главной роли солистка Большого театра Вероника Джоева. Обязательно увидимся. Низкий поклон за то, что провели время в такой компании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова